А чем вы объясняете невысокий рейтинг КПРФ, который можно составить на основе результатов выборов столичного градоначальника? Ну, в принципе, сейчас социальное направление в нашей нынешней власти, оно, в общем-то, достаточно серьезное, поддерживает население и заявляет об этом. Поэтому Путин, скорее, забрал электорат у КПРФ, нежели чем Навальный. А про Навального еще, вот пару слов, если разрешите. Только пару слов, потому что Максим Шевченко уже подошел до будущего. Да, да, да. Методами, которыми он стал бороться, он бы не стал пять лет ждать. Он бы довел жителей Москвы до такого состояния, чтобы они сами вышли на улицу, и их руками они бы, возможно, свергнули Путина с властью. Да, спасибо вам за ваше мнение, спасибо, что вы дозвонились до нас. Итак, телеведущий, журналист Максим Шевченко в студии «Русская служба новостей». Максим, я тут на разогреве выступаю у вас. И уже сказал слушателями, и они говорят, что сейчас придет Шевченко, и вы обсудите, когда мы говорили, например, о ситуации с соблюдением прав на Северном Кавказе, когда мы говорили о Сирии. Но я предупредила, что будем говорить сегодня, понятное дело, реша выбора. Любые темы, любые темы, кроме личных, я готов обсуждать. Ваш кандидат победил? Мой кандидат победил. Вы вчера вели концерт на Болотной. Кто он, избиратель Собянина? Избиратель Собянина — это человек, москвич, который хочет стабильности, который хочет, чтобы город был местом его жизни, работы, который не очень политизирован по жизни. Вот, скажем так, сильно политизированный человек. Чем более человек политизирован, тем менее он избиратель Собянина, потому что избиратель Собянина — это горожанин. Некоторые журналисты, которые были на этом концерте, утверждают, что все присутствующие — это сплошь сотрудники московских предприятий. И вот большой какой-то радости от мероприятий они не испытывали. Ну, не знаю, они, наверное, им, наверное, виднее, там они ходили, Тони Самсоновой и так далее. Что было вам видно? — Мне было видно совсем другое. Мне было видно первые ряды, там, не знаю, первых вот 30 рядов я видел со сцены, где были, да, люди самых разных возрастов, люди плясали, люди веселились искренне, не по приказу начальника, а им было приятно. Знаете, так, в воскресный вечер прийти, в принципе, там, на сцене симпатичные девочки какие-то поют мальчики, песни какие-то хорошие. — Симпатичный мужчина стоит. — Ну, нет, про меня тут не надо. — Не надо, хорошо. — Да, лучше про Сергея Семеновича Собянина скажите. — Давайте про него, вот ваша оценка, вы с ним общались. — Ну, сейчас я договорю про митинг, можно про митинг договорить? — Да, конечно, я тоже же про митинг спрашиваю. — Да, и, собственно говоря, люди искренне совершенно радовались, тем более, говорят, они отгулы получили за этот митинг, поэтому я не знаю, что в этом плохого, что так презирать-то людей, понимаете? Ведь не все же студенты, интеллигенты, блогеры и какие-то еще там, не знаю, носители свободных профессий. Большинство людей в нашей стране — это люди, которые достаточно тяжело, трудно и так принципиально работают и живут, ну, скажем так, совсем ином измерении, даже если вот мы с вами журналисты. И этих людей надо уважать, и их надо любить, в конце концов. Вчерашний вечер был для них, и они были довольны в целом. — Итак, Собянин, тоже ваше ощущение, ваша оценка, он был уставший, потерянный, уверенный, радостный, ликовал, беспокоился. — Собянин был уверенный, никогда я его не видел потерянным, а я не знаю, что быть потерянным, когда ты при отсутствии компании с твоей стороны просто какой-либо такой меняем набираешь 51,5%. — 50 с лишним процентов на деле получается, едва-едва за 50, прежде всего кандидату ему самому. Ну, есть повод, если не для мандража, то для недуги не точно. — Ну, смотря какая социология, в целом, честно говоря, предсказывал, по-моему, 56, и, наверное, мы кто-то можем тоже предсказывать. — 51, еще раз говорю, вот эти выборы для меня были чем интересны? Тем, что Кремль, прямо скажем, и Собянин предоставили Навальному такие беспрецедентные условия, которые никогда в истории России не имел ни один оппозиционный кандидат. — Максим Шевченко, телеведущий и журналист студии Русской службы новостей. Сейчас мы уходим на небольшую рекламу, потом продолжим. — Позиция. Стоять до последнего. — Максим Шевченко, студия Русской службы новостей стоит, ну или там сидит до последнего. Вы сами вспомнили о Кремле. Есть мнение, что столичные выборы — это такая, ну что ли, пробирка в кремлевской лаборатории. Вот сейчас мы и поймем, как стоят дела на самом деле, и настроение общества, и расклад политических сил. Какие выводы можно сделать из 51%? — Ну, я бы сделал выводы не только из 51%, а из 27%. Ну, начнем давайте с 51,7% все-таки. — 37. — Ну, 37, хорошо, 51,5. Да, это было ночью в 51,7, точно. Что без напряжения, без какой-либо компании, на мой взгляд, вменяемой, без мобилизации электората, а ее вообще не было со стороны Собянина, без пугалок, без страшилок, без административного ресурса, Собянин легко набирает только при явке 30%, а если бы явка была больше, поверьте, то и процентов у него было бы гораздо больше. — А явки мы потом отдельно поговорим. — Да, больше половины голосов. Значит, это касательно Собянина. То, что ничего не делалось, ни федеральные каналы не работали на него, знаете, как обычно, вот когда работают. Ну, уж такое Москва-24, это, в принципе, как говорится, при всем уважении к этому каналу, можно не учитывать, как серьезный информационный ресурс мобилизации. Более того, против него работали там Эхо Москвы, Коммерсанты ФМ, там другие московские радиостанции, многие либеральные. — У них аудитория больше, чем у телеканала Москва-24? — Ну, я думаю, во-первых, она, может быть, и побольше даже будет, не хочу обижать русскую службу новостей. — Нет, я про Москва-24. — Потом у нее достаточно фиксированный либеральный демократический электорат, такой политизированный сильно, то есть те, как раз, кто и пришел на выборы, вот там по большому счету. Теперь 27% Навального — это подарок Кремля и Собянина, и Навальному, и оппозиции. Навальный стартовал с 8%, если бы не судебный процесс, Киров Лес со всеми этими фортеплясами в стиле фокусника какого-нибудь Игоря Кио, понимаете? Сначала Навального сажают в некий цилиндр, как, там, не знаю, кролика, а потом как такого красавца вместо кролика из цилиндра достают утром по заявке прокурора. Я сколько юристов не опрашивал, вот сколько, ни один не слышал никогда в истории юриспруденции прецедента, не мог привести, чтобы прокурор сам опротестовал приговор и потребовал освободить заключенного, ну, в смысле, подсудимого. Хорошо, кто этот фокусник? Этот фокусник может быть только один человек в России. Ну, тогда углублись совсем в конспирологии, мол... А почему это конспирология-то? Дальше мы берем, хорошо, а 160 голосов «Единой России», благодаря которых Навальный зарегистрирован, партия, между прочим, которую он называл «партией жуликов и воров», эта партия ему с поклоном на блюечке принесла регистрацию в виде оппозиционного кандидата. Мол, Собянину тоже надо указать на его место. Какие 60%? Второй тур, пожалуйста. Нет? 51, 51 и целых. Может быть и так, я не исключаю этого совершенно, но мне просто непонятно, вот я так вижу Собянина, его психотип, он не является конкурентом в борьбе за президентскую позицию, если это имеется в виду. Собянин прекрасный управленец, прекрасный, там, не знаю, менеджер крупной корпоративной системы. Но это точно не публичный политик, в отличие от Владимира Путина, там, или каких-то других людей, не знаю, кого угодно. Допустим, Дмитрий Рогозин, Сергей Иванов, ну вот есть публичные политики. Собянин не человек массы, он не человек толпы, он как бы не человек таких вот огромных пространств энергетических. Он человек, там, не знаю, плана, бюджета, его исполнения, он технолог. Поэтому я не думаю, что это была какая-то попытка там поставить на место Собянина, как сейчас пишут. Потому что, на мой взгляд, еще раз, 51% при отсутствии компании со стороны Собянина, при отсутствии борьбы... Это хороший результат, это честный результат. Просто при фиксации своего наличия, как мэра, это суперрезультат, по большому счету. Супер и честный результат. Ну, даже самая рьяная и самая разъяренная оппозиция, там, не знаю, даже голос и все остальные признали, что выборы были прозрачными и честными. Давайте, по-моему, эту позицию поставим на голосование. Вы слышали то, о чем говорит сейчас Максим Шевченко, и вы с ним согласны. 916-55-81. Вернемся к формату нашей программы. 916-55-81. Вы согласны с Максимом Шевченко? Нет, категорически не согласны. Вы сомневаетесь, что 51% — это вот честно и хорошо. Ну, 55%, 57%. Ну да, а 51% — ну о чем речь? Второй тур украли, считаете вы? Возможно. В общем, вы не согласны с Максимом Шевченко. 916-55-82. 916-55-82. Пошло голосование. Ну и давайте пару-тройку минут мы поддержим это голосование. А сейчас я начну сразу принимать звонки в прямой эфир. Напомню, напомню, по формату нашей программы, по правилам нашей программы. Принимаются звонки, и я зачитываю сообщения только тех слушателей, которые не просто не согласны с Максимом Шевченко, но с нашим гостем. Но я готовы привести свои аргументы. 788-107-0. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Я абстрактно назовусь Василий, но объясню, почему. Объясняйте сразу, не интрируйте. Я не согласен с Максимом, да. По поводу Болотной. Я работаю в большой компании, там государство владеет, можно так сказать. И от нас в пятницу, ну я знаю более ста человек, которые принудили явиться туда на концерт. Я не пошел. Ну вот. Ну а я что, говорю, что это не так, что ли, было? Я же вам говорю, что профсоюзы организовывали концерт. Как будто я отвечал заявку людей. У меня было... Почти профсоюзы. Передо мной были люди... Ну почти. Ну заявка, заявка формально на концерт, насколько я знаю, шла от профсоюзов. Поэтому профсоюзы, наверное, сами с работниками решают вопросы. С работниками и... Мелкая часть москвичей там была на концерте. Обычно, ну, в принципе, это областники все. Вот я вам говорю, что всякий, кто был на концерте на Болотной, может не смело обращаться ко мне, как член общественной палаты Москвы, вам полагается отгул или даже два отгула. Требуйте эти отгула. Смеется перед рабочим днем прийти в 11 вечера на концерт. И почем нынче? Вы берете, уточняет он... Отгул. Нормально это отгул, два отгула. Что такое? Для людей это вполне... Вы за конферанс сколько получили? Я... Ни я, ни актеры не получили ни копейки. Это было мое принципиальное условие. Да нам никто денег и не продвигал. Все выступали бесплатно. Можете проверить по любым источникам. И все, вы можете со всеми переговорить. Никто не брал никаких гонораров. Значит, вас, Максим, устраивает тот смог в Москве. Эти деревья однолетние, которые нужно менять каждый год. Перекладывание, блющатки. Нет, меня это не устраивает. Меня это не устраивает. Просто я считаю, что исправить это может Собянин. А вот Навальный, который... Если бы вдруг он стал мэром, он точно потратил бы следующие несколько лет на расправы, на перераспределение собственности. И все это я уже проходил в 91-м году. Навальный для меня, это 91-й год. Это Ельцин. При всем личном обаянии этого человека, он правда очень обаятельный как политик, я этого не хочу. Потому что я помню, насколько был обаятельный Ельцин. И как Ельцин прелестил нас всех. Этими часами российскими, которые он там требовал на обкоме партии показать. И всем остальным, понимаете, и тем, что он ходил по улицам, ездил на метро. Ну, прям мы все были очарованы. Кончилось это развалом страны, кровавой баней, миллионами беженцев и всем остальным. Я повторения этого не хочу. Владимир настаивает, просит задать вам такой вопрос. Что ответила вам толпа, когда вы спросили, кто ваш мэр? Сергей Собянин. 788-107-0. Это телефон прямого эфира. Наверное, мы сейчас до ухода на рекламу уже не успеем принимать звонки. Ну, осталось 30 секунд. Но давайте подведем итоги голосования. Итак, с Максимом Шевченко согласно 42% аудитории РСН. 42%. 58% нет. Почему? Пожалуйста, пишите. Плюс 7 925-101-107-0. Плюс 7 925-101-107-0. Сейчас после выхода с рекламы мы продолжим принимать звонки в прямом эфир по телефону 788-107-0. 788-107-0. Ну, и если вы в интернете, заходите на сайт русновости.ру. Ни тени сомнений. Позиция. Позиция.